Музыка И всем привет дорогие друзья, меня зовут Михаил, продолжаем, продолжаем Крузер Кингс 2 Итак, мы очень богаты, у нас очень много денег Я думаю, что нужно пустить эти деньги в ход Прежде всего, что мы будем строить, укрепление замка, бараки Возможно стоит вложиться в бараки Плюс 115 тяжелой пехоты, плюс 50 пикинеров Или же тренировочная площадка Ну, я думаю, что бараки, очевидно, намного лучше Хотя плюс 20 к ополчению Почему я все время называю это ополчением, если это гвардия, дружина, как только я ее не называл Давайте посмотрим Сейчас мы используем 3800 А предел наш 4155 То есть плюс, дальше идет плюс 20 сюда От зданий плюс 20 Еще плюс 400% и плюс 50% Узнаем бы, в каком порядке именно эти проценты рассчитываются Но, в общем-то, это будет, наверное, существенным приростом, конечно Тем более, что технологии наши постепенно продвигаются Мы можем поднять легализм Я думаю, кстати, это стоит сделать Потому как нашему королю сейчас уже 60 И в скором времени наследовать будет наш сын Наш шепелявый сын Мне интересно, могу ли я поменять закон Нет, никак Я думал, может быть, все время забываю И все время надеюсь, что здесь будет хотя бы выборная монархия Чтобы таким образом я мог своего сына хотя бы все титулы передать ему Но в данном случае это неизбежно Неизбежна потеря титулов К сожалению При жизни одного правителя Надягаться, конечно, с корынгами у меня никак не получится Ну и со всем севером тоже Это все довольно проблематично Напомню, что для смены законов Любых, ну кроме обычных законов внутри королевства Чтобы поднять авторитет короны И чтобы менять законы наследования Нужно реформировать язычество Поскольку мы язычники Нам нужно его реформировать А для этого нам нужно удерживать Три ключевых религиозных точки Которые указаны светлым То есть для нашей веры это Броншвейк, Сиоланд Упланд Номинадль И где-то здесь должна быть еще одна А, зеландские острова вот здесь Нидерланды, по сути Но если Нидерланды захватить не так сложно Казалось бы, да То со всем остальным выходит некоторые проблемы Давайте вернемся на религиозную карту Но мы уже очень близки к тому, чтобы захватить Номинадль На самом деле Потому как сейчас у нас есть Нордланд Уже есть претензия на Финмарк И после того, как мы захватим Финмарк По идее у нас уже достаточно будет земель Чтобы узурпировать титул Или даже создать его Да, потому что У нас есть еще и Дранделаг Таким образом у нас получается больше земель Да, то есть у нас сейчас Два из пяти Когда у нас будет три из пяти Мы запросто сможем Узурпировать герцогство И сразу По этой По претензии до Юры Объявить войну Но сейчас я пока, наверное, не буду этого делать Поскольку у этой королевы пока все спокойно Другое дело, что наоборот Пока она королева Я думаю, что у вассалы Нет, к ней очень хорошо относятся ее Вассалы, кстати, многие из них женщины Так что Не думаю, что у нас что-нибудь из этого выгорит Ее любят За счет того, что она очень долго правит, скорее всего Нет, потому что она подавила большой мятеж Она получает плюс двадцать пять Потому что Потому что Он удовлетворен Хорошо, будем брать другого человека Этот вообще ее сын Будем брать другого человека Посмотрим Нет, здесь Скорей Дело просто в трейдах Да Так и есть Здесь дело в трейдах в основном Это наша жена, кстати Да Такие дела Давайте, наверное, вернемся В нормальный режим И Будем строить бараки Все-таки, я думаю Для начала Наблюдать за строительством Вот здесь Не знаю, где он стоил раньше Наш Глобальный шпионаж По-прежнему находится в Константинополе И пытается воровать технологии Смотрите-ка, как тут у Византии По берегу прям растянулось Ничего себе Независимый курсик А, у них там восстание Все понятно В общем, интересно Посмотрим, как будут развиваться события в Европе Под шумок Я вполне мог бы захватить Вот здесь Зеландию, например Посмотрим Давайте запустим время Мы можем создать титулы Но я пока что не буду этого делать Когда мой сын унаследует Он будет раздавать земли И делать все такое Единственное, что, возможно, имело бы смысл Передать Рюген прямо сейчас Потому что Отношения, возможно, попортятся еще больше Вот и наследник Ну ладно Женщина Посмотрим, что из этого выйдет У нас есть доверие претензии на Вестерготланд Но с ними тоже Пока стоит подождать Мне кажется Сейчас Швеция довольно сильна У нас примерно одинаковое количество земель Это будет Ну давайте проверим, сколько она может сейчас воинов поднять Восемь с половиной тысяч воинов Собственно, мы можем поднять больше, конечно Ну примерно Примерно столько же, я думаю, она из своих личных может Да То есть мы вообще равны абсолютно Можно даже посмотреть, какое количество владений у нее Наверное, как-то это можно посмотреть 58 Из них 52 вассальных В нашем случае 89 Ну да Скорее всего, у нас побольше армия все-таки Ну И наемники У нас хватит денег на наемников Плюс у нее совершенно нету Как мне кажется По крайней мере, я не вижу Ее личных воинов Ее дружины А наша дружина готова Атаковать В Нордлэнде Многие обратились В нашу веру Она стала Нурс-Нурс Это хорошо А до того Там было финское язычество Суменеско Объединенная Англия И даже кусочек Ланкастера Моя жена беременна 26 лет И мне 60 Ну ладно Окей Очень неприятно будет Потерять сильную претензию на финн, Марк Украденные технологии Я думаю, давайте поднимем легализм Почему нет Поднимем легализм 143 в технологиях Возможно, стоит и поднять Здесь На всего 30 очков понадобится И улучшить отношения Да, я думаю, давайте сделаем вот так И вот так В принципе, нам на все хватает Так что сделаем все по разу Немножко улучшится отношение Со всеми Фасалами Это Особенно нам поможет Плюс Рост престижа Это тоже В перспективе Очень полезная вещь Поскольку престиж Дает улучшение отношений Хан Наш Вассал Это герцогиня Вождь Как это правильно сказать В женском лице Я даже не знаю 120 золотых И 120 престижа Она себе добыла Мы можем, наверное, повоевать Из Шотландии Нет Не можем Не можем Да юрой претензии Ну, я прям даже не знаю Я подумывал над тем Чтобы опять вторгнуться в плоне Захватить таки Но Поскольку Герцогства Где, кстати Где, кстати, она Герцогства Саксония Все еще существует У него Бранцвик И Саксония То есть он Крупный землевладелец И Хотя Наследовать будет этот Скорее всего Там произойдет раздел Земель Да, и мы Будем иметь дело Скорее всего Вот с этим парнем Хм Ну, он довольно хороший персонаж С высоким науком управления В общем Нам стоит ждать Только развала Карлингов Наследник Герцог Шваби У него большое количество земель В разных уголках страны Тем временем Аравия Перестала Существовать Королевский титул Узурпировал Парк Или просто был уничтожен Польша полностью Поглотила Богемию Ну и Венгрия Венгрия И Бавария Частично То есть Богемия Померания Отправились в небытие Восстание Вот это уже интересно Так Наш сын Стеснительный А мы Мы не стеснительные Мы общительные Нужно постараться Сделать его Общительным Нам вот это удалось Нет К сожалению Он Стеснительный И трус Так Что тут у нас Большое восстание Мы можем объявить Кому нибудь войну Из вас Запросто Потому что Они католики Они все Обратились в католичество То есть Хотеть сказать что Вот почему У них такие восстания Все время Смотрите А тут Нет Этот Этот Придерживает Ну еще бы конечно Но мне надо же Одна из Один из толпов Нашей веры Так Как бы тут Посмотреть Где здесь Карта ДПД Юре ДПД Юре Герцог Так Угу Ну Мы можем объявить Этому герцогу Войну Но сможем захватить Только Это нам Ни к чему Можем забрать У него только Одну провинцию За раз Это лишено Всякого смысла Ха А вот забрать До конца Исландию Вполне можно Тем более Что у нас уже Здесь есть А у нас уже Там есть Деньги Деньги Земли Я думаю Мы вполне Могли бы Провернуть Такую компанию С другой стороны Это все Одно Герцогство Вот оно Что Он Он Крупный Крупный Землевладелец И в таком Случае Мы можем Объявить ему Войну Только за Одну А за эти Земли Мы почему Не можем Объявить Войну Потому что Они же Тоже Католические Погодите Я пытаюсь Понять Потому что У нас Нет здесь Границ Да Скорее всего Именно по этой Причине Конечно У нас Нет границ В таком Случае Нам стоит Объявить Войну За Вестисленд Но предварительно Мы конечно Перебросим Туда корабли Сколько мы Здесь можем Поднять корабли Шесть Это нас Не устраивает Потому что Мы поднимем корабли Здесь Тридцать Четыре Отвергаемся Сюда Какие земли Перейдут Нашему сыну Точно Гольштейн Так Этот наш Сын Стал Капризна Ну Мы не Не будем Наказывать Поскольку Мы Не жестоки И не злы Корабли У нас родилась Дочь Ну хорошо Хоть не сын В данном случае У нас уже Есть Несколько Сыновей И Лишние Сыновья Нам Ни к чему Итак Вот ты Парень Ты Отдашь Нам Что это Вот Мама Война Тут конечно Какие Никакие Армии Бродят 300 Воинов Они Ничего Не могут Нам Сделать Этот Его Союзник Что Ли Наверное А теперь Мы можем Объявить Интересного Воина Нет Жаль Очень Очень Жаль Очень Странно Так Отправляемся На Исландию Я думаю Что мы Быстро Захватим Ее Потому Что Здесь Всего 340 Воинов Очень Маленькая Земля Это Мне Нужна Лишь Для Того Чтобы Можно Было В Последствии Создать Ингерский Титул Один Из наших Маров Почему Он не сообщает О таких Вещах Меня Это Не волнует Хотя Если Это Мой Прямой Вассал Корабли Я распускать Не буду Потому Что Осада Здесь Пройдет Довольно Быстро Они Еще Сражаются На нашей Земле Отлично Отлично Можете Осаждать Сколько Влезет Новый Проповедник Ну Может Тебе Стоит Отправиться За решетку Тебе Все равно 44 Ты принял Целебат От тебя Никакой Пользы Что Это За корабли Кого Он Атакует Да Вот Наконец Мы Выплачиваем Займ Который Брали Кто-то Отправился На поиск Приключений Я Случайно Пропустил Все Из-за Займа Хорошо Что Мы Стали Строить Именно Бараки Потому Что Теперь Мне На остальное Денег Не Хватит Наши Васселы Продолжают Грабить Но У нас Пока Что Все Нормально В казне Идти На что Я не Вижу Смысля Никакого Нас Настолько Больше Был бы Нас В 10 В 15 Раз Больше Я бы Еще Подумал А Кстати Самое Смешное Теперь Да Что Чтобы Маршировать По нашей Земле Этим Католикам Придется А мы Тем временем Улучшаем Своим Маршинским Мастерством Они будут Нести Крупные Небоевые Потери На самом Деле Потому Что Такова Природа Язычников Они Не Можно Смотрите Какие Огромные Потери Он Несет Просто 200 Воинов Просто Спустило Что Такая Ладно По крайней мере Мы Получили Маршинское Искусство В общем Я Совершенно Отвлекаюсь На всплывающие Окна Смотрите Он Разделил Войска И Все Таки Пострадал Но Не в такой Степени Их было Больше Воинов Великий Философ Так Где Эта Технология Он Предлагает Нам Сколько 50 Культуры Но Нам Мне кажется Не на что Потратить Совершенно Нет Это Очень Дорого Мы Выиграли Осаду И Получаем 10 Процентов К Военному Счету Теперь Грузимся На Гравли И Давайте Посмотрим У нас Ведь Есть Еще Какие Слабые Претензии Минск Смоленск Финмарк Она Разве В Состоянии Войны Это Не считается За войну Это Не повод Претендовать На Послабые Претензии Хотя У нас Есть И Сильные Тем Немене Грузимся На Корабли И Отправляемся Сюда 752 Воина Которые Нам Ничего Не Могут Сделать Военный Счет Будет Втикать В Нашу Пользу Поскольку Мы Контролируем Земли Он Конечно Может Попробовать Поднять Войска Отсюда И По дороге Мы Могли Осадить Вот Эти Земли На Островах Но Я Не Думал Что Это Имеет Какой Либо Смысл Воздержанный Да Конечно Хорошо Что Ты Воздержанный Теперь Нам Нужно Назначить Своих Хороших Балковатцев Достаточно Хорошие Высаживаемся И Идем В столицу Там Меньше Войск Запросто Сможем Осадить Все Эти Земли Ну И Собственно Ждем Пока Пройдет Осада Теперь Нам Корабли Не Понадобятся Мы Заведем В Порт Уже Спустим У него Не Может Ниоткуда Взяться Такое Огромное Количество Воинов Он Никак Не Может С Храбрым Я думаю Что Ему Стоит Стать Храбрым Он Стал Гордым И Храбрым Это Неплохо Но Капризный Ну Десять Лет Это Простительно Давайте Посмотрим Что У нас Есть У нас В темнице Сидит Пара Священников Как Нам С Ними Поступить Поскольку Мы В состоянии Войны Мы Не Можем Провести Блю Или Какие Либо Другие Празденства У нас Есть Тут Всяких Заговоров Подождите Что Это Такое Что Это За Ужас Какие То Моего Сына Хотят Убить Моя Дочь Хочет Убить Моего Сына Я думаю Нам Нужно Остановить Заговор Она Не Хочет Что Что За Жесть Нет Это Не Тот Заговор Что За Ерунда Ага Тут Заговоры Постепенно Прекращаются Стоило Поставить Эту Галочку Все Заговоры Автоматически Прекращаются Отлично Теперь Только Наша Дочь Хочет Убить Своего Брата Что Так Наш сын Хочет Вступить В Варяжскую Гвардию Ну Да Сделай Так Чтобы Я Гордился Тобой У нас Есть Другие Сыновья Одному Из них Уже Десять И он Неплох Другой Стеснительный Трус Так что От него Ожидать Гордости Не Придется 22 Ему Самое Время Отправиться И Показать Себя Тем более Что У него Так себе Маршальское Мастерство Он Больше По интриге Специалист Может Он Хоть Наберется Каких Нибудь Полезных Навыков Ну И Он Жадный Коварный К тому же Может От своих Заика Они Избавятся При варяжской Гвардии Он Стал Жрецом У них Что Там Нет Никого Кого Было Быше Навык Окей Всех В темницу У нас Есть Любовницы Зачем Они Нам О Так Это же Наследник Наследник Графства Уркана Один Из его Сыновей Уркана Это Здесь Нет Наследник Пусть К Нет Это Все Так Один Из Сыновей Так И Есть Тем Временем Наши Вассалы Что-то Творят Это Наша Война Мой Вассал Самолично Вторгся В Шотландию Он Сдается Отлично На Что Я Только Что Согласился Я Совершенно Забыл Что Война Проходит Здесь Уже Чуть Было Не Сказал Что Я Согласился На Не Пойми Что Это Нам Отдать Этот Титул Кому Мы Отдадим Сказать Сказать В королевстве Мужчин Не В тюрьме Желательно Чтобы У них Была Супруга Да Правители Нет Отсортируем По управлению Нашей Религии Нашей Культуры Ну Вот Этот В паре Вполне Я думаю Нам Подходит В Матрильнейном Браке Нет Смешение Земель Это нам Не годится Так Как Насчет Тебя Ты Тоже В Матрильнейном Браке Ну Это Хоть Как То Годится Может Мы Все Так Возьмем Кого Нибудь Другого Этот Завистливый Ему 53 Нет Это Уже Жена Обладает Титулами Думаю Что Этот Парень Получит Вот Так Так Теперь Мы могли бы Создать Здесь Герцогство Я думаю Но пока Что Мы Подождем И Стоит Вывести Нашу Армию Можем Объявить Ему Еще Одну Войну Чисто Гипотетически Могли Бы Но Это Будет Строить Нам Престиж Следующий На Очереди Что Так Отпустить Их Всех Ну Давайте Подумаем Не Согласен Жаль Это Это Его Жена Ну Она Нашей Религии А вот Он Католик Думаю Что Ее Мы Он Не хочет Заплатить За нее Выкуп Но мы Ее Отпустим Просто Так Ты Кто Тоже Наши Вера Ну Я думаю Что Тебя Мы Тоже Отпустим А А вот Вы Ребята Нам Нужны Деньги Не Особо Сейчас Могли Понадобиться Но Я Не Думаю Я Не Думаю Что Стоит Их Выкупать А Нам Стоит Дождаться А 351 А Здесь 249 А Это 175 Нет Уж Я Буду Ждать Пока Увеличится Организация Армии Пока Ее Можно Будет Улучшить Так Как Нам Поступить С этими Пленниками Давайте Сходим На охоту А там А там Уж Посмотрим Так Ну Конечно Я Сам Прикончу Все Это Все Что Случилось На охоте Я Получил 10 Престижа Ну Что Охота Прошла Успешно Так Что Мы Не Будем Казнить Как Как-то Так Все Отлично Мы Всех Выкупили Ну Что Ладно Теперь Теперь Нам Нужно Определиться Со Следующей Целью Дайте Я Немножко Снижу Скорость Чтобы Ничего Не Пропустить И Посмотрим Ну Императрица Выигрывает У них Войну Сколько У этого Сейчас Воинов 3000 Воинов Императрица Которая Наверняка Будет Помогать В этой Войне Сейчас У нее 2000 Воинов Ха У этого Парня Сейчас 13000 Воинов Вот Кого Стоит Опасаться Как Обычно Остальное Нам Не Грозит Ну В другом Деразвичто Но я Думаю У них Там Сейчас Такой Развал Что Да 2000 Воинов Я Вполне Мог бы Благотворительно А мы Сами Как Ладно Пусть Будет Пусть Будет Я думаю Что мы Могли бы Вполне Могли бы Объявить Эту Войну И Что Самое Интересное У нас Никто Не мог Ее Отобрать Обратно Потому Что Под Эю Рей Это Не Входит В Лотаринги Это Не До Юра Земли Лотаринги У него Будет Все На Все Сильная Претензия Конечно На М49 Он Еще Довольно Молод Может Обрушить На Нас Всех В Прошлый Раз Кто-то Из Северных Королей Уже Завоевывал Фландрию И Как Мы Видим Сейчас От Этих Завоеваний Ничего Не Осталось Все Это Было Отбито Обратно И Династия Вландрон Там Сидит Очень Очень Сильно И Крепко И Надолго Но Мы Вывим Оттуда Однажды Он Захватил Номинадль Этот Засранец Кстати Это Очень Неплохо Потому Что Мы Можем Пренебречь Всем И Объявить Завоевание Номинадля Теперь Провести Блёт Но Мы Отпустили Уже Всех Своих Пленников Так Что Ничего Такого Не Будет Я Удивляюсь Удивляюсь Тому Что Вижу Только Не говорите Мне Что Он Будет Превращать Это Все Католичество Этому Не Бывать Тем Временем Верных Королюш Атланти Здесь Осталось Совсем Мало Только Однографства По Сути Как Там Поживает Наша Королева Везде В Перемирии Что У нас С Армией 9000 Войнов Армия Растет Мы Сейчас Не будем С ней Тягаться Я думаю Как там Наша Супруга Кстати Да По идее Вот эти земли Вполне Могут Отойти Нашему Наследнику Знать бы Только Какому Из них Стоп У нее Отобрали Герцогские Титулы Она больше Не Герцогиня Вот Это Уж Проблема Я не могу Объявить Войну По ее Претензии У нас Нет Казус Бэля Как Так Мне кажется Претензии Моей Жены Достаточно Казус Были Нет Это Сильная Претензия Она Будет Унаследована Снорри Мой сын Снорри А этому Что Ничего Не достанется Как то Очень странно Смотрите Этому Достается Финн Любик Тронделак Грюген Младшему Сыну А среднему Сыну При этом Достается Только И это Обозначает Что он Войдет В состав В состав Швеции Если я Не дам ему Герцогский Титул Внутри Своего Королевства Если я Прав По идее Это должно Работать Именно так Тогда Я мог бы Присоединить А к черту Пусть Становится Там Семьевладельцем Меньше Дробления Внутри Королевства Все Время Проводить Блок Прошло 75 Наша Придворная Умерла Какая Печаль Совершенно Ничего Не происходит Строительство Идет Своим Чередом Займет Еще Уйму Времени Как Прорывает Наш Совет Все Придели Этот Герцог Никак Не успокоится Давайте Посмотрим Что за Титулы У нас Порют Жена Беременна Опять Что это За Война Прорабощение Норвегии То есть В случае Если он Выиграет Он получит Всю Норвегию Я правильно Понимаю Давайте Посмотрим Как много Земель Он захватил Нисколько Правильный Ответ Он Хотя Б Главный Зачинщик Войны Нет Да Он Зачинщик Войны Он Выигрывает На 4% Я Правда К сожалению Не могу Посмотреть Лог Войны Здесь Никак Но Вот его Армия Она Осаждает Галуэй И Все это Становится Очень Грязно Ненавижу Когда Карта Такая Грязная Запутанная Вот эти Ярлы Набирают Силу Они Становятся Очень Сильными Грязная У него Очень Крупное Владение Мне Стоило Тогда Еще Перенести Столицу Куда-нибудь Сюда Ну Да Ладно Я Буду С Интерес Наблюдать Тем Временем У нас Истекает Перемирие С Шведской Королевой Мы Могли бы Объявить Ей По идее Войну Конечно Но Я Не понимаю Почему мы Не можем Предъявить Обе Претензия Одновременно Потому что Они Не являются Де Юре Претензиями Вот в чем Дело И вот Тут Такая Возникает Проблема А Смотрите Кого Насадил Закончил Осаду Здесь Я думаю Что теперь У него Большой Счет 13% Ну Декущего Счета Он не Получит Сейчас Он выиграет Битву Тут Скорее Всего Или Проиграет Я буду Интересно Напредать За этой Компанией Спорно Спорно Все Очень спорно Скорее всего Он проиграет Битву 40 Да Он проиграл Эту битву Или нет Он выиграл Ему удалось Выиграть Вы посмотрите На это 21% Ну что ж Интересно Вся проблема В том Что С таким Количеством Войск Он Все еще Может Захватить Некоторые Владения По крайней мере Захватить Этот замок Эллон Ему как раз Хватят Воинов Если Не случится Ничего экстренного При осаде У него Слишком мало Кораблей Он не может Перевести 600 С лишним Воинов Которые Его ждут Тем временем Война в Шотландии Закончилась Там Сменялся Король Я так понимаю Этот герцог Стал Независимый И Один из наших Васселов Тут же Объявил Войну Подготовленное Вторжение В Норвегию Это может Обозначать Только одно У нас Родился сын Замечательная Новость Это может Все Кончиться Очень плохо Потому что В случае Если он Победит Я так понимаю Он получит Все эти Земли Что сделает Его невероятно Сильным Хорошо То что Он Нас Любит Он Нас Любит Но Нет Вообще Нам Я думаю Не стоит Ожидать Удара В спину От этого Человека Я так Не думаю В последние Годы Он не был Замечен Ни в каких Склоках Четыре С лишним Тысячи Войнов Я не могу Присоединиться К его Войне Могу Нет Не могу К войнам Вассалов Я присоединяться Не могу Перемирия С королевой Швеции У нас Стекло Я запросто Могу Объявить Ей войну И потребовать Финмарк Кстати Это что Это наш канцлер Что он там Делает Зачем он Фабрикует Претензии Это уже Нам не нужно Вот этим Мы и Займемся Сейчас У нас Уже Есть Претензии На Финмарк Претензии Да Я думаю Что будет В нынешней ситуации Будет лучше Завести Претензии Еще и На Халголанд Чтобы Выиграть войну У шведов Однозначно Будет проще У шведов У шотландцев Мы же не можем Просто так Обить ему Войну Не можем Эээ Что такое Он слишком ленив И нам это не нравится Нужно поговорить С ним об этом Я не собираюсь Становиться Ленивым сам Но У нас Испортились Отношения С нашим Канцлером Но правда Это не сильно Повлияло Хм Ну да У нашего ВСЛ намного Больше воинов Здесь конечно Ходят Некоторые Армии Но это все Ладно Я по-прежнему Ищу Хоть Какую-нибудь Возможность Потребуется Потребуется Ангальд Де-юре-клейм Де-юре-клейм Вот почему-то Эти де-юре-претензии Не объединены В одну И меня это Не радует Мы слишком Долго Были в мире Ну что ж Давайте проверим Как обстоят дела У карлингов 3000 воинов Здесь 2000 воинов Тут И 20 В сумме Получается Это плохо Конечно С такой оравой Мы не сможем Никак Справиться Тем более Что еще Есть Бургундия Которую Я все время Почему-то Забываю У которой Еще 3000 воинов В общем Более 20000 воинов С ними Справиться Я не смогу При всем желании Я конечно Могу Попытаться Вторнуться В Польшу Но я думаю Что у Польской Королевы Она Стоит Матрилина Браки С королем А Он Он Никто 4500 воинов Я вполне Мог бы Захватить Что-нибудь У Поляков Да Нижняя Селезия Пельсен Литомер Познание Но Честно Сказать Я не вижу Смысла Дальше Углубляться В эти земли Тем более Что Познание Ильтомерше Нет Нижняя Селезия Входит По Деюре А эти Входят По Деюре В Богемию Богемию Моравию Я не вижу Смысла Туда Вторгаться Еще Дальше Тем более Что Любуш И так Деюре Входит Хм Я конечно Мог бы захватить Познание Есть над чем подумать Но нет Я думаю Что мы не будем Этого делать Меня по прежнему Очень удивляет Что я не могу Вторнуться сюда Почему-то Но зато Могу вторгнуться Сюда И это Очень странно Ну что ж В таком случае Ждать особо Я не буду Мы пометим Этих ребят Как Рейдеров Викингов Посадим их На корабли И отправляемся В старую Добру Англию Посмотрим Что здесь Можно Награбить По сути Я мог бы Просто-напросто Отключить То есть Пометить их Как рейдеров И Поставить Оставить их У себя В столице Например Стоять И у нас Не было бы штраф Это довольно Смешно Опять Время для блота То есть Тем временем Прошел год Думаю Что во время Этых набегов Мы уже больше Не грабим Интересно Сколько мы можем Еще отсюда вынести Тридцать Еще семнадцать Но это как-то Лишено Всякого смысла Здесь очень маленькие Гарнизоны Поэтому мы не будем Этого делать Давайте высадимся В Линкольн Посмотрим Что можно Ограбить здесь Восемнадцать Золотонош Ладно Наш сын Становится Жестоким Но сами Мы не жестоки Совсем Я бы сказал Наоборот Давайте поговорим С ним О доброте И он стал добрым Мы тоже были добры Раньше Когда были Молоды Как продвигается Военная кампания 38% Однозначно Он выиграет Эту военную Вопрос Как много Земель Он получит И боюсь Что это может Вылиться В большое Кровопролитие В будущем Думаю Что теперь Самое время Отправиться И пограбить Столицу Нет Может быть Эссекс Я думаю Да Давайте отправимся В Эссекс Затем В Кент Кент Очень богатая земля В Кент Я бы вообще Сжег до отла Поскольку Это Католическое Католический Религиозный центр Пятитысячное войско Бежим 24 апреля Ну почему Мне так Не везет Почему Мне так Чертовски Не везет Почему Я замечаю Все время Слишком Поздно Думаю Что на этом Наши великие Похождения Заканчиваются Мы потеряли Одну из наших Дружин Целиком Это Очень плохо Да не одну Даже Наверное Нет Все Одну Кажется Одну Высаживаемся Немножко Золота Не очень Удачный Набег Тем не менее Давайте посмотрим 200 тяжелой пехоты 1000 лучников 300 300 300 Пикинеров Я думаю Нам стоит взять Парочку С тяжелой пехотой Отлично Сколько мы Теперь Используем 3 800 Из 4 1450 После того Как у нас Достроится А Уже Достроилось Ну что ж Вот Собственно Чем Мы получили Дополнительный Отряд Давайте Посмотрим Как мы Можем их Реорганизовать Думаю Что Лучников Мы расставим Вот так На фланге А здесь Будет Объединение Пикинеров Плюс лучников И сюда же Мы будем Собирать Основные Стаки Войск Чуть позже Приведение Военной Компании Смотрите Что я Вижу Эти земли Отсоединились Это повод Объедить войну Почему Мы не можем Объедить Войну Как то есть У нас нет Повода Он же Католик Он католик Это не считается Границей Посмотрим Отлично Еще технология Скоро там Организация Уже Довольно Скоро И кораблестроение Возможно Тоже У нас Резко Резко Растут Технологии Война Кончилась Война Кончилась И в состав Дании Вошли Огромные Территории И все Они Стали Подвластны Этому Ярлу Де факто Он владеет Вот этими Огромными Землями Это делает Его самым Сильным Человеком В королевстве Ты кто Такой А Его Наследник Герцогство Осланды Как так Во всяком случае У него две дочери И дальше Это все будет Разделено Пока что Ему 34 Неизвестно Как все это Может обернуться Теперь Мы можем Создать На самом деле Титул Королевство Норвегии Герцогство Исландия Герцогство Осландед Транделаг Мы можем Создать Транделаг И Объявить Сразу Несколько Войн Собственно Говоря После этого Также Теперь Мы можем Спокойно Объявить Войну Этому Парню Но Всем этим Мы займемся Уже В следующей Серии Спасибо Что смотрели Подписывайтесь Комментируйте Всем пока Субтитры Спасибо за субтитры Субтитры